Во-первых, физическое его состояние. Ну, я вот, опять же, мы с вами не раз это обсуждали, по мне так это старичок, задыхающий, форсирующий голосом в своем 11-минутном выступлении, значит, человек с подагрическими пальцами, со шрамом на горле, ну, не знаю, не знаю, не знаю. Я чисто внешне рассуждаю, 70 лет, они и есть 70 лет. Это один момент. Второй, готовность окружения. Ну, опять же, окружение-то наверняка готово. Есть, наверное, которые бы из тех хотели бы уже избавиться от всего вот этого, да? Вы спросите, а кто, а как, а что? Ну, посудите сами. Выступает Тинькофф, персонаж малоприятный, вот недавно он вчера как выступал у Дудя и говорит, я вот разговаривал с 20-15 участниками Форбса, ну, миллиардерами. Ну, естественно, они большей частью кто-то за границей все-таки, какая-то часть Россия. Он говорит, они все против войны, и все они это хотят прекратить и так далее. Так он сказал, вот у Дудя можно посмотреть. То есть, ну, я вполне пускаю, он сам миллиардер, может, теперь уж бывший, я уж не знаю как, да? Ввиду того, что он тоже под санцией, у него много чего арестовано, и банк у него чуть ли не за 3% потанил, купил Тинькофф банк. Но это же показательно, да? Что вот две трети, опять он не разговаривал, выступают от самых богатых формально-официальных людей. Как бы в публичном Форбсе присутствуют те, кто, ну, фактически декларирует свое состояние, про кого это можно судить. А там их таких гораздо больше, из силового блока миллиардеров и так далее. Там они ничуть не беднее тех, кто в этом Форбсе официально. И они недовольны, им плохо. Но если им плохо, вот вопрос. А они собираются что-то делать для того, чтобы это положение изменить? Ведь плохо-то им, ну, плохо всем, но им плохо в частности. И они, как минимум, претендовали на то, что они являются частью этого властного класса. Ну, может быть, не главной, как говорил Фридман в Бумберг, но какой-то значимой частью. Ну, так раз вам плохо, и плохо всем остальным, вы осознаете, что это можно изменить, но боитесь. Тем не менее, предпринимайте что-то. Можно ли допустить, что как кто-то что-то предпринимает? Ну, нам сложно об этом судить, это же не публичная информация, это какая-то конфиденциальная. Желающих много, но результата мы пока не видим. Я вполне могу допустить, что это решаемая проблема. Вот. И с этой точки зрения, как долго это займет, и решится ли это как-то определенным образом, мы посмотрим. Потому что, если есть недовольные, рано или поздно они это недовольство хоть как-то дореализуют. Вот так мне кажется.